В регионе наблюдается рост наркопреступлений. С начала года уже зарегистрировано больше 40. Буквально на этой неделе задержали сразу троих закладчиков. К сожалению, среди них бывают и школьники. Кто они, преступники или жертвы, постараемся выяснить сегодня. Добрый вечер, вы смотрите передачу «Время вашего вопроса». Уважаемые телезрители, не оставайтесь в стороне от этой злободненной темы. Звоните или пишите на WhatsApp. Телефоны для обратной связи указаны на экране. Сегодня у нас в студии Рауан Гемранович Мусин, начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Западно-Казахстанской области. Анастасия Дмитриевна Семелиди, старший прокурор управления прокуратуры Западно-Казахстанской области. Жанар Омергалиевна Имангалиева, старший помощник прокурора области по несовершеннолетним. И Елена Геннадьевна Поддубная, психолог 7-й школы города Уральск. Здравствуйте. Здравствуйте. Наркобизнес сегодня не тот, что был лет 10 назад. То есть не нужно выращивать целые плантации, достаточно установить лабораторию и производить синтетику. Вот какая на сегодня ситуация по наркопреступлениям в нашей области? Рауан Геннадьевич, вам слово. Спасибо за вопрос, Елена Геннадьевна. Но если взять статистику, то в прошлом году, в 2023 году, именно департамент полиции, было выявлено 247 наркоправонарушений. Из них это взято общий вес, 1 тонна, где-то 670 килограмм наркотических средств. Было заблокировано 13 наркосайтов, выявлено 11 правонарушений, связанных с контрабандой наркотических средств. Задержано было 13 закладчиков, в том числе там трое несовершеннолетних. Были ликвидированы 3 канала поставки, поступления наркотических средств. Это из южных регионов, западные регионы. Люди задержаны, арестованы. Сейчас ведется следствие, планируют эти дела направить в суд. Это взять, если поэтому вкратце, за прошлый год. Если взять на сегодняшний день работу департамента полиции, то уже выявлено 46 уголовных пронушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Было изъято больше 4 килограмм наркотических средств. Это свыше 500 граммов ГШШ, около 100 граммов синтетических наркотиков, марихуана высушенной. Задержано 7 закладчиков, но, к сожалению, один из закладчиков является несовершеннолетним. В интересах следствия его данные назвать не могу, потому что сейчас идет стадия предварительного следствия. Ликвидировано, недавно, на прошлой неделе, нашим управлением было ликвидировано 2 интернет-магазина. Задержана тоже группа лиц из числа 7-8 человек, из которых часть сейчас в настоящее время арестована. По остальным проводятся тоже оперативные мероприятия, оперативно-следственные мероприятия. Но наша работа на этом не останавливается. Как глава государства отметил, не надо смотреть на статистику, надо побольше выявлять. Наша задача сейчас в основном и начальника департамента, руководство МВД дает такие, ну, как бы, знают, задачи поставили, выявлять, пресекать синтетические нарколаборатории, выявлять крупные партии наркотических средств, изъятие крупных весов синтетических наркотиков, ну, чтобы именно не поступало вот это интернет-ресурс. Ну, и особое внимание мы, конечно, уделяем и профилактике правонарушений. Ну, это, как бы, наверное, я думаю, другой вопрос. Ну, работа эта ведется ежедневно. Всем департаменту полиции, как вы знаете. Поэтому... То есть два месяца прошло, и уже такие вот показатели, да? То есть больше 40, почти 50 уже наркопреступлений. Да, мы сейчас на статистику не смотрим. Чем больше мы выявляем, организовываем эту работу, ну, попутно, конечно, и занимаемся профилактикой правонарушений. Вот с чем связан рост наркопреступлений? Это раскрываемость повысилась, да? Там больше средств у вас для выявления преступлений таких. Либо у наркоманов становится больше, то есть спрос больше становится. Либо мы на пути какого-то наркотрафика находимся. Вы знаете, ну, это мое сугубо личное мнение. Сейчас, как бы, идет рост выявляемости наркопронарушений. Ну, как я ответил на этот, на первый вопрос, мы не останавливаемся на достигнутом. У нас задача сейчас побольше выявлять именно незаконно хранящиеся наркотические средства, чтобы оно не поступало на рынок. Это, как вы понимаете, это травит наших детей, молодежь. Поэтому, как бы, над этим мы работаем. А то, что касается роста, вы знаете, сейчас, знаете, как бы, время синтетических наркотиков. Почему сейчас больше привлекает именно синтетика? Ну, это меф, соль, скорость. Это, как бы, обыденные названия в простонародье. Понимаете, цена их ниже, чем другие наркотики. То есть доступнее. Доступнее, да. Сейчас любой через интернет-ресурс можно даже войти, создать свой аккаунт, войти в Телеграм. Там идут, как бы, рассылки. Вот, ну, эти интернет-аккаунты мы блокируем сайты. Ну, понимаете, сейчас меняют какую-то букву или название, открывают другой сайт. Ну, эта работа у нас, как бы, проводится. Поэтому здесь молодежь, в основном, как бы, завлекается. Вы знаете, взрослого человека трудно уговорить, употребить какие-то наркотики или заняться сбытом. В основном под это подпадает молодежь. Почему идет рост? Это мое личное мнение. Потому что предлагают через интернет-ресурсы большие деньги. Работа курьера, работа закладчика. Вот это наша молодежь хоть и не употребляет, но начинает... Легкие деньги. Да. Легкие деньги. И они начинают вовлекаться в эту деятельность. Поэтому, как бы, ну, это работа про... Спрос растет. Спрос растет, да. Я не хочу добавить, вот как говорит мой спикер, в плане того, что предлагают больше денег, молодежь в это вовлекается, соответственно, у них появляются лишние деньги на лишние карманные расходы. И зачастую здесь немножко идет, как бы, внимание, притупляются родители. Не всегда родители. Это вот мы всегда, даже когда профилактическую работу ведем с школьниками в школах, в вузах, мы всегда хотим обратить внимание родителей, чтобы они обращали внимание на своих детей, на подростков, у кого появляются какие-то дорогие телефоны, где-то появляются какие-то брендовые вещи, в любом случае где-то как-то поведение подростка. Потому что, да, действительно, вот как коллега сказал, там предлагают большие деньги за работу курьера. Может быть, подросток, он изначально не понимает, в чем суть, но постепенно уже, когда туда втягивается, оттуда уже потом бывает сложно выйти. Даже бывали и те, это не юные, как закладчики, а вот даже по практике рассмотрения в судах, когда говорят молодые мужчины, там молодые люди, они говорили, мы уже не могли оттуда выйти, потому что легкие деньги уже нам не позволяли. То есть это легкий заработок. А по сути они сами в это втягиваются, ну и втягивают других лиц, которые становятся зависимые от употребления вот этой соли. Мефа, соли, как в простонародье говорят между, сленг такое их название. Но, Елена Геннадьевна, что вы скажете по поводу вот этой ситуации, по поводу того, что вот происходит сейчас, что молодежь настолько под негативное влияние попадает, особенно школьники, студенты? Ну, по мере взросления, ребята, подростки, юноши, девушки пытаются подражать взрослым. Та модель поведения, которая сформирована, а формируется она в семье, не всегда является правильной. И приходится объяснять молодым людям, что мужественность или они хотят стать старше, взрослее, не заключается в подражании взрослым, потому что до 18 лет ребенок имеет ограничения во многих вещах, и в передвижении, там, после определенного времени на улице, и еще ряд есть вещей, которые могут делать взрослые, но не могут делать дети. И для того, чтобы стать старше, нужно менять именно мышление, поведение, но не подражать взрослым, взяв в руку сигарету, что-то еще. Потом у детей еще мышление все-таки детское, он может быть внешне выглядеть достаточно взрослым, рослым, все-таки акселерация у нас с 20 века, 60-х годов идет, паспортный возраст один, физический, вот смотришь, ребенок старше выглядит, и почему-то хочется им попробовать взрослой жизни. Здесь все-таки родители должны быть очень бдительные и очень внимательные. Не заметить этого невозможно. Во-первых, трудоустройство, есть законодательные нормы, как трудоустраивается ребенок, с каких пор. За ребенка несет ответственность родитель, законный представитель, опекун. И только с разрешения родителя, законного представителя, ребенок может трудоустраиваться на определенные виды работ. Здесь, конечно, бывает такое, что мама, я там пиццу разношу, еду разношу где-то официантам, ничего подобного. Родитель должен прийти к работодателю. Все это должно быть на законных основаниях, конечно. Родитель должен знать каждый шаг своего ребенка, чем он занимается. Потом, если ребенок начнет пробовать, у них, понимаете, в таком возрасте им хочется попробовать все. И мышление еще детское. Кто-то рассказывает про какие-то мультики. Никаких там нет мультиков. Там измененное сознание идет. Никакие там галлюцинации идут. И, в общем-то, синтетические наркотики, они еще более опасны, чем каннабиоиды, потому что привыкание идет сразу. И вот если им рассказывать, объяснять, ну, у многих есть пожилые родственники, бабушки, дедушки, больные с хроническими заболеваниями, онкологически больные, без обезболивающих препаратов, допустим, без эуфелина, человек погибнет, если это астматик. Он не испытывает ни кайфа, ни удовольствия, ничего-то такого, чего в реальной жизни нет. Он просто зависим. Его организм нуждается в этих препаратах. И когда они видят это, они, наверное, быстрее понимают. Потому что им очень хорошо рассказывают те, кто вовлечен в этот бизнес. Это многомиллиардный бизнес. Многомиллиардный. Кто-то получает большие, огромные деньги, а кто-то оставляет самое дорогое, это жизнь и здоровье. Такие люди долго не живут. Тот, кто употребляет это очень быстро. Синтетические наркотики, они еще быстрее воздействуют на организм, отказывают все органы системы. И в тяжелых мучениях человек погибает. Поэтому здесь не заметить невозможно. Меняется все. Поведение, состояние человека. Нарушается память, мышление. Становится более небрежным. Резкая смена может быть настроения. От апатии, до какой-то эйфории, активности. Потом появляются деньги, особенно если в трубочку свернуты. Это уже должно насторожить родителей. Бесконтрольное времяпрепровождение, уход из дома, пропуски, школьных занятий. Потом ребенок, когда занят, занимается спортом, занимается в каких-то секциях, кружках, дополнительным образованием. Это музыкальные, художественные школы. Когда в семье мир, лад, любовь, взаимопонимание, то вот таких вещей не нужно будет никому. И родители должны быть авторитетом родителей. Самое главное – это родители, авторитеты номер один. Все потом, все остальное. Они должны понимать, что дороже, ближе семьи родителей никого нет и быть не может. Их слово должно быть законом. Не какого-то дяди. Потому что очень часто это от нехватки внимания. Не хватает внимания, не хватает заботы, ласки какой-то. Не выслушают, не послушают, не поговорят. А как раз в это время есть возрастные особенности психологические, изменения физико-анатомические происходят. Вот, наверное, родители на переходный возраст в основном все сваливают. То, что изменения в поведении. Очень часто говорят, сделайте что-нибудь, мы не можем ничего сделать. Ну как, это ваш ребенок. Педагоги в школе, они ограничены в похвале и в наказаниях. То есть они педагоги, они посторонние люди. Родитель, он и есть родитель. Поэтому он несет ответственность до совершеннолетия. И как это, ничего не могу сделать, сделайте что-нибудь, бить бесполезно. Здесь это не... То есть одна из причин это тоже взаимоотношения, да? Конечно, конечно. Ну, об этом мы еще в рамках эфира поговорим. Что касается вот наркопреступности, борьбе с этой проблемой. Вот буквально недавно завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон», да? Вот хотелось бы узнать об итогах и как часто проходят такие рейдовые мероприятия. Спасибо за вопрос. Вот у нас... Впервые у нас в нашей области с 5 по 9 февраля в течение пяти дней по республике было проведено широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон». Это по всей республике. Если говорить по нашей области, за 5 дней было выявлено 14 уловных правонарушений. Из них одна контрабанда, 7 фактов сбыта и один факт хранения в особо крупном размере. Так, из оборота было изъято около 100 грамм наркотических средств, из них где-то около 70 это синтетических наркотиков. То есть это несколько дней. Да, да. Вот. Но помимо этого у нас еще проводится это проводятся и другие оперативно-профилактические мероприятия. Это ДАРМИК, это выявление нарушения в сфере легального оборота наркотических средств или психотропных веществ. Это вот в медицинских учреждениях, в аптеках. Помимо этого проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие это КАРАСУРА. В период она длится около 6-7 месяцев, начиная с мая месяца. Это выявление именно каннабисной группы, марихуаны. Ну, конечно, и других наркотиков. Помимо этого проводятся и другие профилактические мероприятия, в рамках которых и правопорядок, в рамках которых особое внимание, одно из особых вниманий уделяется именно изъятию и выявлению наркопреступности. В принципе, я как бы ответил на этот вопрос. То есть, получается, постоянно какие-то наркопреступления раскрываются, да? То есть, нечемки остановятся? Да, не только именно в период оперативного профилактического мероприятия. Это ежедневная работа сотрудников полиции. Информация какая-то поступила, мы обязаны реагировать, обязаны провести какие-то мероприятия, обязаны проверить, раскрыть, задержать. Но в рамках ОПМ эта работа усилена, да? Усилена, да. Туда задействованы все госорганы. Ну вот, как я говорил в начале эфира, часто для распространения наркотиков вербуют несовершеннолетних. И в прошлом году по республике самый молодой закладчик, возраст молодого закладчика был 14 лет. Вот в нашей ситуации какая? В нашей области какая ситуация? Анастасия Дмитриевна, может, вы скажете? Ну, в нашей области, конечно, юных таких в прошлом году тоже не было. В этом году, вот, как спикер уже сказал, был задержан один несовершеннолетний, так как в данный момент проводится досудебное расследование и в рамках требований непосредственно нашего законодательства мы разглашать не можем. В том числе и анкетные данные и даже суть совершенного преступления. А за прошлый год у нас были осуждены, если говорить не о юных, но от 18 до 20 лет лиц около 18, около 11 человек. Из них от 18 до 20 лет 4 человека были осуждены, которые были приговорены приговором суда к реальному сроку, то есть к лишениям свободы. В основном наказание было назначено до 10 лет лишения свободы. Вот, но как бы в нашей области сейчас обстановка скажем так удовлетворительна в плане того, что несовершеннолетние держатся, пока не попадались в орбиту уголовного преследования, судебных разбирательств. Но единственный вот один факт, который сейчас органы полиции ведут досудебные расследования, выясняют все обстоятельства и также собирают доказательную базу. Ну, как бы заманивая, да, вот вербу несовершеннолетних, как правило, им обещают либо работу курьером, то есть вводят заблуждение, либо говорят о том, что реальный срок все равно не получат. Ну, вот знаете, как только что сказал психолог непосредственно, вербовка несовершеннолетнего проще получается и легче, чем взрослого человека, который уже непосредственно дает отчет всем своим действиям. В данном случае несовершеннолетний, попадая под вербовку, он видит какие-то, скажем так, золотые горы, он носит какие-то розовые очки в плане того, что он думает, что просто работая курьером, распространив те или иные небольшие сверточки, которые не влекут никакого вреда, никаких последствий, я заработаю деньги, может быть, где-то они думают и о своих родителях, какие-то там подарки подарить, что-то где-то принести в семью, то есть как-то стать для своих родителей тоже какими-то помощниками. В этом плане, а потом уже в дальнейшем, когда они дают отчет своим действиям, не понимают, что это уголовное преступление, за которое немаленькие сроки грозят, так как от веса все это зависит, и в настоящее время были внесены изменения в сводную таблицу наркотических психотропных веществ, где вот это та же самая соль, мефедрон, оно сейчас даже маленький размер, уже особо крупным размером считается, а там уже до 20 лет лишения свободы бывает. Самый вот маленький срок наказания от скольки до скольки у нас? Если посмотреть, то данная статья сбыт, если взять 297-ю уголовного кодекса, она варьируется от 5-ти, но в зависимости опять-таки это все от индивидуального уголовного дела, то есть от индивидуальных обстоятельств, где, что, как произошло, при каких обстоятельствах и непосредственно возраст смотрится. Ну вот вы сейчас сами сказали. добавить к ответу спикера нашего вот именно ответственность. Сейчас с учетом вот этих изменений особо крупный вес синтетических наркотиков уже больше одного грамма это уже особый вес. Если за сбыт, это 297-я часть третья. Часть третья она предусматривает уже лишение свободы от 10 лет. Часть четвертая это совершенная уже как бы группой в особо крупном размере. Оно вплоть санкций предусматривает до пожизненного. Вот нам задали вопрос во время правовождения одной лекции в городе Уральске одна старшеклассница. почему за убийство срок и за сбыт наркотиков почти одинаковый даже за сбыт еще больше вплоть до пожизненного. Мне пришлось ответить убийство это конечно жизнь человека одного-двух но именно по сбыту это здесь жизни уже тысячи людей. Понимаете? Ну эти люди молодые люди уже поняли в чем проблема в чем причина. Поэтому сейчас законодатель усилил вот этот как его срок за распространение и за сбыт. Помимо этого еще добавили за пропаганду рекламу. Сейчас обменили раньше за это если предусматривалось до трех лет лишения свободы 299 статья. Сейчас законодатель усилил санкцию. Это сейчас предусматривает от трех до шести лет. То же самое молодых завлекают в интернет-пространстве раскидывают всякие объявления обещают крупные там суммы заработную плату. Ну фактически эти молодые люди они просто являются расходным материалом. Реально если так разобраться. Сами наркоторговцы которых ну как бы это сбыт идет бесконтактным способом. То есть установить их сложно. да и установить их сложно. Но мы над этим работаем через телеграм-каналы. А торговцы которые именно занимаются большой торговлей торговлей для них это как бы человеческий вот это то что он молодой он как бы никакой роли не играет. Ну то что я повторюсь простой расходный материал. А молодые люди на это клюют же. То что моя коллега сказала цельно живы. так как бы получается что простые ну как бы просто используют и за это еще получают зарплату. Молодежь она им как бы кажется что это все просто. А на самом деле если выникнуть висину это вообще самое страшное. Ну вот наказание достаточно серьезное да. Но наверняка не все школьники об этом знают. Что бывают за такие преступления. Вот какая работа проводится в школах совместно с уполномоченными органами жена Амир Галина. Может быть вы расскажете нам. Хотелось бы отметить что вот только в прошлом году за 23-й год вот правоохранительными органами совместно с уполномоченными органами в сфере образования здравоохранения а также волонтерами и другими организациями была проведена то есть свыше тысячи мероприятий направленных на антинаркотические профилактические мероприятия. То есть это прежде всего пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения усиления наглядной агитации по проблемам употребления этих наркотических средств. А в текущем году это то есть такие мероприятия проводились более 70 мероприятий из них вот лекции в учебных заведениях если останавливаться более 20 акций на тему о вреде наркотиков проведены а также спортивные мероприятия направлены как отмечено то есть на пропаганду здорового образа жизни а также освещение в социальных сетях публикации направленных на то есть разъяснение поколению подрастающему о вреде наркотиков также хотелось бы отметить что в целом проведение этих профилактических работ это проводится на постоянной основе правоохранительными органами в учебных заведениях и в городе Уральск и в районах также закреплены за каждым школьным заведением прокуроры сотрудники которые непосредственно на постоянной основе проводят лекции также практикуются участие на собраниях родительских где непосредственно то есть родителям объясняется разъясняется то есть какие последствия ждут при совершении таких правонарушений преступлений и проведение вот как отмечено психологом то есть непосредственно контакта общения с детьми то есть объяснение разъяснение и предупреждение то есть в этих целях мы сейчас то есть практикуем уже непосредственно участие на этих родительских собраниях кроме встречи бесед профбесед с учащимися понятно Елена Геннадьевна буквально вкратце вот когда вы получаете какой-то сигнал да в этом вопросе нужно быть осторожнее как вот вы действуете взаимодействуете с уполномоченными органами у нас участники образовательного процесса это учащиеся педагоги и родители сейчас мы как никогда тесно сотрудничаем и инспектор по делам несовершеннолетних есть прикреплен к каждой школе по любому поводу если есть какой-то сигнал значит обязательно выход по адресу по месту жительства встречи значит в школе профилактические беседы анкетирование тестирование выступление перед родительской общественностью обучение педагогического персонала обучение классных руководителей и ну серьезная вообще воспитательная работа в большом взаимодействии как бы этот воспитательный план каждой школы это больше 30 страниц и вот направление зож второй образ жизни как раз профилактика наркомании табака курения употребление алкоголя несовершеннолетним здесь стоит на серьезном так скажем на серьезных позициях потому что дети самое главное это ценности это детей любого государства это будущие граждане и дети должны быть живы и здоровы это самое важное ну и самое главное то что спикер по школам сказал у нас вот департамент полиции тоже проводится определенная работа то что вот именно за каждой школой закреплены инспектора по делам несовершеннолетних они свою профилактическую работу проводят начальник у нас департамента постоянно вот сколько я знаю вот собирали по несколько раз проводим заслушивание помимо этого начальник департамента у нас был изнан приказ по закреплению за всеми учебными заведениями именно школами всех руководителей департамента полиции УП города управления полиции города каждый начальник управления или заместитель ну любой руководитель среднего звена закреплен за школами одного из ну за одну из школы нашего города вот например закреплен за 26 школу среднего образовательного знаем директора зауч работаем с инспектором у нас есть свой график составленный с управлением образования согласованной где ежедневно по согласованию там время указа мы наши сотрудники вот управления по борьбе с наркобесом едут проводят занятия то есть согласно этому графику вы отрабатываете сигналы это постоянно подтверждает да ограничено осталось буквально несколько минут и вот самый главный вопрос да то что вот несовершеннолетние закладчики жертвы или преступники мы знаем что есть предложение да в котором вот глава им если не ошибаюсь предложил если наркозбытчик впервые совершает преступление то как бы здесь какое-то смягчающее наказание то есть не такое суровое как было предусмотрено но пока как был отмечен в начале эфира да оно пока на уровне рассмотрения мы надеемся что все мнения будут учтены потому что бурный спор вызывает это предложение спасибо большое что приняли участие в нашей передаче ответили вот на все вопросы ну существует некая социальная заразность наркомании по данным исследователей один активный наркоман может вовлечь употребление от 15 до 20 человек то есть проблема более чем серьезная и требует пристального внимания не только у полномоченных органов но и всего общества это была передача время вашего вопроса хороших выходных и до встречи в эфире и до встречи в следующей серии в следующей серии в следующей серии Продолжение следует...